Голуби А относительно голубя? Во-первых, голубь это стайная птица, которая в настоящее время является синантропным видом, то есть она полностью адаптирована к жизни в городе. Соответственно, для стадных животных в принципе не характерно особое блистание умом и памятью, потому что стадо, не случайно говорят баранье стадо, это как правило инстинкт группы, поэтому нам не надо особо задумываться, не надо о чем-то думать. То есть ты глядишь и берешь пример конкретно с какого-то представителя. Взлетела птица, значит тревога, все, остальные поднимаются на крыло, хотя еще и хищника не видят. И вот в этом плане голубь, как стайная птица, в данном случае полностью подчиняется тем закономерностям, которые характерны для стайной птицы. Согласно исследованию профессора психологии Университета штата Огайо Брэнтона Тернера, голуби, как и искусственный интеллект, обладают способностью к обучению, которая позволяет им адаптироваться к различным условиям окружающей среды. Использованная модель искусственного интеллекта состояла из двух механизмов – ассоциативное обучение и коррекция ошибок. И подобно тому, как птицы справлялись, чтобы улучшить результат в повторных экспериментах, искусственный интеллект также путем изменений пришел к улучшению правильных ответов. Ученые пришли к выводу, что голуби успешно обучаются различным трюкам, таким как нажатие на кнопки и перемещение объектов за получение награды в виде еды. Это свидетельствует об их способности к обучению и адаптации. В РФ Ломоносова уже на протяжении десятков лет существует лаборатория по изучению поведения птиц. В частности, там они моделируют различные ситуации с различными видами птиц и так далее. В том числе и по голубям были определенные эксперименты. Память у птиц достаточно хорошая, независимо от их интеллектуальных способностей. И в данном случае птица возвращается ведь не потому, что ей почту положили и она несет это письмо, она возвращается, птица, к своему гнезду или к своей гнездовой территории. Только этим обусловлено то, что она прилетает туда точно и в нужное место. Исследования голубиного интеллекта продолжаются, поэтому в будущем мы можем ожидать больше открытий и достижений, связанных с ментальными процессами и физиологическими особенностями, которые могут помочь в разработке лекарств и понимании существования семейства птиц. Кристина Отекина, Тимур Ахметов, Универновости.